Готовы, да? Наконец, третья опорная задача звучит следующим образом. Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярными им прямыми. Формулировка совершенно замечательная, потому что она позволяет вопрос трудный, угол между плоскостями сводить к вопросу гораздо более простому, угол между прямыми. Ну, давайте нарисуем чертежик, который пояснит, почему так получается. Вот у нас имеется двугранный угол. Нарисую-ка я линейный угол этого двугранного угла. Вот он. Что произойдет, если я возьму и проведу к этим плоскостям перпендикулярные прямые? Давайте я их проведу вот в этих точках, которые отметил. Понятно, что эти две прямые будут лежать в плоскости треугольника. Вот что у нас получится. Эта точка, она тоже лежит в плоскости. Ну, скажем, если это точка А, это точка К, это точка Л, то точка М лежит в плоскости АКЛ. Ну и что? У нас образовался четырехугольник, у которого вот эти углы прямые. А что это значит? А это значит, что вот эти два угла в сумме дают 180 градусов. Ведь сумма всех четырех углов этого четырехугольника 360. Эти двое прямых забирают на себя 180, и на два оставшихся остается 180. Но вот эти два угла тоже в сумме дают 180, потому что они смежные. Ну и значит, вот этот угол и вот этот угол равны, потому что каждый из них в сумме с углом, отмеченным двумя дужками, дает 180 градусов. Все, мы убедились, что действительно это так. Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярными им прямыми. Вот если удается где-нибудь при решении конкретной задачи заметить эти прямые, то мы упрощаем все. Ну давайте посмотрим какой-нибудь пример. Ну сразу понятно, что, чтобы тут не было иллюзий, что эта техника далеко не всегда срабатывает, но в задачах, где она срабатывает, получается просто гигантская экономия средств. Ну вот рассмотрим такую задачу. Пусть у нас имеется прямоугольный параллелепипед. Вот я его сейчас изображу, подпишу. Скажем, А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Ну и давайте возьмем какие-нибудь длины в его сторон, ну скажем, 4, 3, 6, неважно. Давайте возьмем какую-нибудь точку, ну скажем, на ребре Д1, С1, возьмем какую-нибудь точку К, ну так, вот эта вот единица, вот эта тройка. Ну и теперь задача, которая на неподготовленного человека производит глубочайшее впечатление. Найти угол между плоскостью, ну скажем, передней грани А, А1, Б1, Б, и плоскостью, проходящей через центр параллелепипеда, перпендикулярно прямой КБ. Эту плоскость даже себе вообразить трудно. И задача построения этой плоскости, тяжеленная, в десятки раз сложнее, чем задача, которую мы решаем. Значит, еще раз, плоскость вторая, которую я назову гамма, например, она проходит через центр параллелепипеда перпендикулярно прямой КБ. Задача нарисовать эту плоскость тяжела. Но вот угол между ней, ненарисованный плоскостью гамма и плоскостью А1, B1, B, найти оказывается очень легко. Назову этот угол альфа. Вспомним опорную задачу. Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярными им прямыми. А какая это прямая перпендикулярна плоскости гамма? Прямая КБ по условию. Ведь плоскость гамма проводилась так, чтобы быть перпендикулярной прямой КБ. Поэтому этот угол равен углу между прямой КБ. Ну, я напишу ее на втором месте, раз там плоскость гамма на втором. А теперь давайте какую-нибудь прямую перпендикулярную плоскости А1, B1, B рассмотрим. Но таких прямых сразу бросается в глаза четыре. Это четыре ребра параллельных между собой в параллелепипеде и перпендикулярной этой плоскости. B1, C1, A1, D1, AD и BC. Что-то мне больше всего нравится BC. Понятно почему? Потому что она, этот отрезок с отрезком КБ имеет общую точку B. Вот он угол альфа оказывается. Вот он здесь. Ну и найти угол между прямыми проще, чем угол между плоскостями. А в данном случае это уж совсем примитивно, потому что если я... Ну откуда ищут угол между двумя отрезками, выходящими из одной точки? Соединяют концы этих отрезков и получается треугольник, и из этого треугольника его и ищут. Применяют там разные средства. Но здесь средства простые. Дело ведь в том, что BC перпендикулярно задней грани DD1C1C, а прямая КЦ лежит в задней грани, поэтому получается, что BC перпендикулярно КЦ. Короче говоря, треугольник КБЦ прямоугольный. Ну и чтобы найти острый угол, надо знать в прямоугольном треугольнике две стороны. Одну BC мы знаем она 3. Ну и наверное КЦ легче найти по теореме Пифагора. Это 6, а это 3. Значит получается, что КЦ в квадрате равно 9 плюс 36, равно 45 и КЦ равно 3 корня из 5. КЦ равно 3 корня из 5. Ну а теперь получается, что прямоугольным треугольником мы знаем два катета и чтобы найти угол, надо взять и найти его тангенс или котангенс. Интересно, если попросить тысячу школьников в таких ситуациях искать угол, то наверное из тысячи человек 990 напишут тангенс, а не котангенс. Вот так интересно жизнь устроена. Ну и получается, что тут 3 корня из 3 делить на 3 получается корень из 3. Ну и тут у нас видите, так, прошу прощения, а почему у меня тут 3 получилось? Это у меня пятерка такая, ай-яй-яй. 3 корня из 5 и тут нарисовал неправильно. Посчитал правильно, а почему-то при переносе, при копировании произошла ошибка. Итак, тангенс альфа корень из 5. Ну отсюда альфа арктангенс корня из 5. И мы решили эту трудную задачу, ну трудная она, если решать ее в лоб, если пытаться ту самую плоскость рисовать, тогда мы бы еще долго-долго этим занимались. А здесь уже все найдено. Ну и наконец, по поводу этой опорной задачи добавлю пару слов, что на этой опорной задаче основывается формула нахождение угла между плоскостями в координатно-векторном методе. Ну то есть, если вы написали уравнение плоскостей и хотите найти угол между ними. Ну, там она формулируется так, что угол между плоскостями равен углу между их нормальными векторами. Это неаккуратная формулировка, потому что угол между нормальными векторами может оказаться тупым. Поэтому правильная формулировка такая, что угол между плоскостями равен углу между их нормальными векторами или смежному с ним. Ну а чтобы не возиться с тем угол тупой или острый, мы уже обсуждали в начале, что делают берут модуль. Таким образом, если у нас у одной плоскости нормальный вектор n1, а у другой плоскости нормальный вектор n2, то косинус угла между плоскостями, я сейчас напишу формулу для косинуса угла между нормальными векторами, вон она, ну а плоскостями. А чтобы не нарваться случайно на тупой угол, поступают следующим образом, чтобы получился именно угол между плоскостями, берут по модулю эту дробь, ну а поскольку знаменатель у нее и так положительный, то модуль пишут только в числителе. Вот формула угла между плоскостями в случае, когда вы знаете нормальный вектор этих плоскостей, векторно-координатном методе. Ну на этом по-видимому мы закончим наш сегодняшний разговор о том, как ищется угол между плоскостями в стереометрии. Это один из таких очень важных трудных фрагментов 14-й задачи профильного ЕГЭ. Надеюсь, что знакомство с методами, которые вы сейчас узнали или может быть их вы знали давно, просто вспомнили и еще раз посмотрели. В любом случае наш сегодняшний разговор был вам не бесполезен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова